На телеканале Нефтехим программа Объектив. Меня зовут Эля Рокс. Я рада приветствовать всех, кто любит хорошие фильмы. Какие же киноновинки ждут в ближайшее время всех нас, узнаем через несколько минут. Камера, мотор! Сиквел легендарного фильма «Бегущий по лезвию» 2049 рассказывает о событиях, которые следуют через несколько десятилетий после первой части диалоги. Продюсером фильма о будущем стал Ридли Скотт, а режиссерское кресло доверили одному из лучших на сегодняшний день киноинтеллектуалу Дэнни Вильнёву. Он отмечает, что этот фильм – самый большой риск в его жизни. И пощады от фанатов первой части ждать не стоит. Полагаю, вы можете мне помочь. Знаете, где я могу его найти? Вы из полиции арестуете меня. Боюсь, альтернатива вам не понравится. Ты коп. Когда-то я делал твою работу. Раньше все было плохо. Чего тебя? У меня есть пара вопросов. Что произошло? Я заметал следы, переписывал отчеты. За нами охотились. Но кто? Это невероятная фантастика, головокружительные визуальные картины и с прекрасной музыкой, которые добавляют еще больше атмосферности. Действие разворачивается в будущем, в 2049 году. Роль главного героя досталась канадцу Райну Гослингу. Он амбициозный сотрудник полиции. Ему в руки случайно попадает информация, которая угрожает сломать привычный быт и образ жизни всего человечества. Любая цивилизация строится на дешевой рабской силе. И я могу дать жизнь этой силе. С днем рождения. У нас есть правила. И наша работа — соблюдать их. Покой этого мира обеспечивает стена. Скажи любому из них, что стены нет, и начнется война. Ты коп. Когда-то я делал твою работу. И делал ее хорошо. Я знаю. Чего тебе? У меня есть пара вопросов. Ну что ж, за будущее, которое уже наступило. Приведи их ко мне. Они знают, что ты здесь. Я всегда знала, что ты особенный. Твоя история еще не закончена. Осталась последняя глава. В основе российского художественного фильма «Салют-7» лежат реальные события, которые произошли более 30 лет назад. Это был первый в истории случай стыковки с неуправляемым объектом в космосе. По сюжету советские летчики-космонавты оказались в сложной ситуации. Шансов вернуться домой практически не было. Часть съемок проходила в пригороде Санкт-Петербурга, где в Большом ангаре были построены декорации космической станции и Центра управления полетами. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Привет, дочь. А ты где? На небе? Точно, на небе. А ты скоро вернешься? В записи музыкального оформления картины участвует сборная оркестра из сильнейших музыкантов Москвы и России. В качестве саундтрека в фильме используется уже ставшая классикой песня «Трава у дома». Более 20 лет назад она была представленной группой «Земляне». Нарананананананана И музыку повеселей для настроения. Начинаем стыковку. Поехали. Перед съемками на протяжении 8 месяцев все актеры проходили серьезную физическую подготовку. Их движения в точности должны были повторять движения настоящих космонавтов. Также для этого использовались специальные тросы. Это наша станция «Салют-7». Вес 20 тонн, размер 15 на 6 метров. Сигнал пропал. Станция не отвечает ни на какие команды. Это американский шаттл «Челленджер». Размер грузового отсека 15 на 6 метров. Вес 20 тонн. То есть вы хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Я же лучший инженер. Одну лампочку только заменю и сразу обратно. Лучше мой инженер не посылает просто лампочку мне. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Мне подходит. Они созданы для дела, которые сейчас делают. И это касается их чести. И чести их страны. И музыку повеселей для настроения. Начинаем стыковку. Поехали. Гаси, гаси скорость, режемся. Твою мать. Надо их возвращать, черт возьми. Люк закрывай. Давай, люк закрывай. Ветя! У нас пожар на корабле. Станция подачи кислорода сгорела. Воздуха почти нет. Это ты их угробил. Хватит. Ищем везде. Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода. Мы сделали все, что могли. Мы можем вернуть только одного человека. Скажи, что там такого в твоем этом проклятом космосе? На что ты применял нас? Я никуда один не полечу. Я тебе приказываю. Надо только раздолбать этот код. Зачем мы его раздолбаем? Кувалдой, что ли? Мать уважаю. Ну что, по маленькой? На земле что хоть закон? Тоже на земле. На нас не распространяется. Фильм «Безбашенный» – новый боевик по сценарию знаменитого Люка Бессона. Он давно сделал себе имя в жанре экшен. Выступив автором сюжета и продюсером, он представляет зрителям свой новый, зрелищный и остросюжетный триллер о приключениях специального отряда морских котиков из США. Вы хоть представляете, как сильно вы облажаны? Вам приказали доставить груз и свалить оттуда нахрен. Нас обнаружили. Пришлось импровизировать. И вас озарила идея проехать на танке по улицам Сараева? Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так точно, никак нет, сэр. Группа спецназа отправляется на поиски сокровищ Третьего Рейха. Но легкие деньги всегда идут рядом с огромными проблемами и неприятностями. Интересно, что сцены с боевой техникой снимались в специально сооруженном съемочном павильоне. Есть тут еще одно дело. Ходят слухи. Во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные взорвали дамбу, затопив деревню с немцами и золотом. Пришло время золото поднять. Что скажите, парни? Вперед! Вы понимаете, что речь идет о золотых слитках на 300 миллионов долларов, которые пропали полвека назад. Крупная несанкционированная спецоперация. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить для этой страны что-то великое. Да, детка. Теперь еще охотники за головами мечтают о встрече с вами. Мы честно не деремся. Не парьтесь, я тоже. Вы понимаете, что нарушили присяжу? Всегда мечтал уйти красиво. Они рядом! Пошел, пошел, пошел! Нужно было другие труселя надеть. Впереди танк. Сзади еще один. Ну что, парни, поплаваем? Как говорил Жан-Люк Гадар, фотография – это правда, а кино – это правда 24 кадра в секунду. На этом у меня все. Говорю всем пока и приятного вам кинопросмотра. Субтитры сделал DimaTorzok